ну что ж всем привет по вашим просьбам записываю еще одно видео обзор функционала телевизора в котором постараюсь ответить на все вопросы которые у вас возникли до покупки или в ходе я не знаю так начнем значит по порядку скорость и отзывчивость работы давайте посмотрим за какой промежуток времени он включается давайте сейчас выключу так привет и теперь я его включаю вот нажал кнопку включения и время пошло все он включился то есть как видите секунд 10 прошло 15 пока все загрузилось и так далее при этом сразу же перейду к минусу это если взять жесткий диск или флешку то при включении сначала включается телевизор и он самостоятельно переходит в режим юсби вот давайте сейчас посмотрим я возьму жесткий диск на нибудь так и включаю пошло включение так телевизор включился при этом его кнопки не активны и сейчас пойдет загрузка жесткого диска все то есть таким образом вот телевизор готов к работе так нужно чуть-чуть камеру поправить так что касается жесткого диска работает он достаточно быстро исправно навигация также быстро и при этом как я говорил в первом видео я к сожалению неправильно понял аудио дорожки dts здесь не работают не воспроизводится вот давайте я допустим возьму фильм скажем гарфилд например параметр этого фильма обычный full hd файл и запущу то есть немножко перемотаю то есть звук русский есть но при этом если включен английскую дорожку в последней версии прошивки появляется вот такое вот сообщение звук не поддерживается ну то есть это обычно dts дорожка 768 килобит в секунду кажется сожалению декодера внутреннего здесь нет если же взять фильм который не есть full hd а скажем 720 сейчас 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 вот это фильм с параметрами 1280 на 720 то режим не в масштабе действительно картинку ужимает до маленького размера и ее нужно увеличить увеличить вручную то есть установить режим авто но есть новая загвоздка если же использовать режим авто то сигнал full hd будет слегка увеличенным давайте я покажу это на примере подключенной консоли playstation 4 сейчас я включу консоль это кажется hdmi 1 да вы спрашивали о глянцевости глянцевость вот то есть если же настроить геймпад и яркость геймпада поставить яркую то в отражении в принципе порой виден вот внизу слева видно как маячит диод геймпада вот смотрите значит playstation 4 на данный момент подключена самым обычным hdmi кабелями вещает сигнал full hd не 4k как видите сейчас картинка как будто бы ну не то чтобы увеличена она выглядит по одному но если я установлю режим авто то замечаете что она слегка становится увеличенной это видно можно обнаружить вот по вот этому значку пиктограммки сейчас он находится здесь но если же снова вернуть на не в масштабе он смещается то есть картинка как будто бы слегка уменьшается поэтому от себя скажу что для комфортного просмотра full hd сигнала рекомендую использовать режим не в масштабе но при этом имеется ввиду что когда вы будете запускать либо теле телеканалы которые вещают в 720 то будьте готовы задалбываться переключать режим вот пример это канал в режиме 700 ну в разрешении 720p и необходимо установить режим авто к сожалению авто запоминания на каждый телеканал на каждую телепрограмму здесь отсутствует но будем надеяться что это поправят в новой прошивке при этом если я включу скажем hd live канал который вещает в сигнал full hd то опять же таки наблюдается та же проблема пиктограммка здесь при этом если я установлю режим не в масштабе пиктограммка чуть-чуть смещается поскольку картинка была как бы слегка увеличенная а сейчас она в исходном размере вот далее что касается отзывчивости телевизора при просмотре эфирных телеканалов скорость переключения телеканалов вот конечно не самая быстрая но однако нельзя сказать медленно есть потрясная функция телегид то есть теле программа грубо говоря но имейте ввиду что эта функция работает только на цифровом телевидении и ее как бы должен предоставлять вам ваш провайдер оператор кабельного телевидения в моем случае это винница это эверест и вот я нажимаю кнопку информация и вижу какой какая сейчас идет программа как на каком сейчас положении фильм то есть половина фильма прошла могу посмотреть что далее при этом нажав кнопку обзор появляется вот такая вот контекстное меню что в программе и я просто листаю и смотрю что будет сейчас и следующим вот при этом можно настроить запись по расписанию то есть я могу сказать телевизору что мол запиши мне вот этот фильм который будет идти в два часа дня если подключен жесткий диск телевизор сам переключится на эту программу и начнет запись вот ну я на данный момент не имею жесткого диска от форматированного соответствующую файловую систему для этого телевизора поскольку они все заняты поэтому продемонстрировать я это к сожалению не могу вот что касается телегида как такового телегид здесь запускается вот так то есть это полноценная телепрограмма на весь день на сутки да не только на сутки а насколько я понимаю можно да и следующие дни смотреть каждого канала ну как каждого канала если это если эта информация предоставляется так а ну-ка стоп еще раз телегид да иногда телевизор не успевает подгружать всю информацию это опять же таки зависит от вашего оператора кабельной сети кнопка записи отвечает за программирование вот расписание записи телепрограмм дальше нужно только чтобы был подключен жесткий диск по отзывчивости меню меню здесь ой меню здесь я не знаю достаточно быстрое то есть все функции доступны и все отзывается достаточно быстро как по мне меню достаточно быстрое и отзывчиво каналы переключаются так же по моему быстро ну относительно быстро тем более как для моделей с такой ценовой характеристикой что касается качество просмотра hd телеканалов обычное хорошее сложно сказать объективно ну то есть все зависит от источника но источник может выдавать если источник позволяет то телевизор будет выдавать достаточно качественную четкую и сочную картинку то есть блю-рей так блю-рей что касается внешних устройств как видите да здесь 3 hdmi и 1 usb хотя в принципе usb порта 2 но честно со вторым я не разбирался я не знаю о чем речь по поводу режимов здесь есть для каждого hdmi устройства есть режимы стиль действия то есть телевизор можно настраивать для отображения информации в зависимости от устройства которое к нему подключено это использовать его как обычный телевизор использовать его для игр и как компьютер то есть для игр насколько я понимаю увеличивается частота и при этом input lag по идее как должен уменьшаться я не знаю мне я не разбираюсь немножко честно говоря в этом я не вижу предельных разниц я подключаю компьютер к нему к этому телевизору и так играю то есть input lag здесь не задокументирован и не указан и измерить я его точно не могу да и не хочу честно говоря однако по моему как для этого устройства сейчас проверю кстати при вас есть ли запоминание то есть hdmi 1 это стиль действия игры игры при этом если я подключу hdmi 2 это ноутбук по моему здесь сейчас тоже указан игры если я переключу на компьютер а а теперь вернусь к своей консоли да запоминание выполняется то есть в зависимости от подключенного устройства запоминание происходит игры или компьютер ну в принципе приятно да приятно что хотя бы эта функция реализована да запоминание выполняется хорошо так насколько я понимаю я затронул все главные вопросы которые мне задавали если будет интересовать еще что пишите в комментариях постараюсь протестировать и ответить на этом все спасибо за просмотр всем счастливо